Хотите быть полезным обществу и проявить себя? Тогда вам прямая дорога в волонтёрский центр. Здесь обучают и дают возможность представителям всех возрастов делать добро, вести интересную и активную жизнь и самореализовываться. Жизнь Екатерины Плехановой стала намного ярче с тех пор, как она вошла в ряды добровольцев. Сначала тестовые соревнования в 2012-м, теперь европейские игры. Недавно Катя вернулась с Красноярской универсиады. Волонтёрство стало для неё важной частью жизни. Это, скажем так, вторая часть моей жизни. То есть, одну я провожу в офисе как офисный сотрудник, а вторая часть – это такое активное занятие волонтёрством. Надо попробовать всё и понять, где ты хочешь заниматься и хочешь ли вообще заниматься этим. Как опытный волонтёр Екатерина советует новичкам пробовать себя во всех видах добровольчества. Оно может быть не только событийным, но и медицинским, социальным, экологическим и так далее. Екатерина Худякова тоже из числа опытных добровольцев. Став студенткой Сочинского университета, не раздумывая, влилась в ряды городских волонтёров. С волонтёрством я познакомилась ещё у себя дома, так как я приехала с Волгограда и была волонтёром ещё там. А приехав сюда, поняла, что здесь намного больше возможностей, намного больше различных мероприятий, где можно проявить себя, поучаствовать, познакомиться с новыми людьми. В волонтёрстве каждый может найти что-то своё. Это интересно, а главное, полезно. Новые знакомства, обучение. Часто волонтёров замечают организаторы мероприятия. Это возможность удачно трудоустроиться. Есть возможность у добровольцев и получить гранты на реализацию своих проектов. С 2010 года проводится Всероссийский конкурс «Доброволец России». Участники могут представить свои социальные проекты в 12 номинациях, продемонстрировать свои творческие работы и заявить о себе на всю страну. В этом году приём заявок стартовал 20 марта и продлится до 16 июля. Все подробности можно узнать, посетив Центр волонтёрства на улице Советская. Неоткрытых дверей проводится каждый вторник и четверг с 16 часов. Здесь можно записаться в ряды волонтёров и стать участником интересных мероприятий. Буквально на это воскресенье полумарафон, куда мы набираем ребят. Впоследствии у нас большой хоккей-еврочеллендж. Мы тоже ведём открытый набор. Ну и, соответственно, это и в том числе социальное волонтёрство. Мы сейчас прорабатываем вопрос с нашими больницами, особенно с нашей детской больницей. Мы хотим сделать такие дни волонтёрства, когда будет приходить туда возможность нашим гражданам и какую-то активность проводить с детьми. Чтобы лежание в больнице, тот период, который они проводят в больнице, был для них более радостным. Мы надеемся, что это поспособствует их наиболее быстрому выздоровлению. Сейчас ведётся набор волонтёров в проект по подключению к цифровому телевидению. Добровольцы будут помогать пенсионерам и всем, кто не может самостоятельно подключить к телевизору приставку. Уже началась и активная подготовка волонтёров к 9 мая. Традиционно перед праздником Победы они посещают ветеранов, общаются с ними и оказывают бытовую помощь. Ближе к лету добавятся экологические акции. В уголке Венчагова и на площадке Дерева Дружбы пройдут субботники. На территории города мероприятия по раздельному сбору мусора. Впервые в этом году волонтёры окажут помощь по охране природы в нацпарке.